Привет всем новичкам и матерым игрокам. Не было видосов давненько, надеюсь не забыли про меня. Напишите как у каждого из вас дела, как играется, а в этом видео я расскажу про последние нововведения в Will to Live Online. За ваш лайк конечно же и подписку на канал. После проведенного стрима с разработчиком вилки, где я задал ему кучу вопросов касаемо как некоторых проблем в игре, так и недоработок. А разработчики в коем-то веке нас с вами услышали и кое-что начали менять и исправлять. Кстати спасибо всем кто отозвался у меня в телеге и на стриме, начеркав вопросы для разрабов. Без вас их было бы гораздо меньше, ссылка на телегу будет под видосом. Так вот, вопросы касаемо лечащих гранат и эми гранат. Раньше они покупались по одной и чтобы купить 10 эми надо было нажать на кнопку 20 раз, типа купить и подтвердить. То сейчас спокойно выбираете ту или иную гранату, вводите количество и все готово. Да, незначительное улучшение, даже незаметное я бы сказал, но просьбу игроков некоторых удовлетворили. Потом я задавал Жене вопрос по поводу того, что когда качаешь цвина на медведях и фалангах, то чудесным образом пропадали патроны и не 2-3 патрона, а обоймами. Стреляешь такой, перезарядился, выстрелил 1-2 раза и перс сам перезаряжается автоматически. После целая обойма испаряется. Женя в тот момент мне сказал, что это у медведя была такая способность. Когда он бьет, то оглушая, выбивает якобы оружие из рук и исчезают патроны. То вот в новом патче теперь медведю обрубили лапы, чтобы наверняка исправить эту проблему. Этот нюанс я заметил на инже. На других классах не знаю, исчезали ли патроны. Сейчас этого не должно быть. Помните огромную проблему в пвп? А огромная, я считаю, потому что она вносила дисбаланс в пвп, когда ты быстрым броском кидал гранату и чудом исчезали патроны. Ты такой выбегал и тут хуяк. Хуяк и нечем стрелять, помните? Напишите в комментариях, у кого было такое. Также многие в течении месяцев тегали дивизионы в дискорде. Когда же исправят? Разрабы ломают игру. Женя, это всё ты. Удаляй игру. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Ну, вы поняли о чём я. С вашей помощью, этот вопрос также был задан на стриме с разрабом Вилки, где они обещали исправить этот баг. Так вот, недавно были проведены работы по решению проблемы с пропажей патронов при использовании быстрого броска гранат, в том числе и лечебных. Можете наслаждаться. После этого исправления в игру вошло ещё одно нововведение, которое затронуло знаете что? Никто никогда не догадается, что у разрабов на уме, что они могут ввести в игру, какие механики могут появиться. Уже все забыли про это, забыли про крафт еды, и вот опять кто-то будет тратить время на то, на что не тратил раньше. Жарить крысиные жопки. Теперь использование еды может не только быстро восстановить здоровье, но и дать дополнительное здоровье персонажу. В зависимости от приготовленного блюда, персонаж может получить до 20% дополнительного здоровья, в сумме до 120% здоровья персонажа, на некоторое время, до тех пор, пока не получит урон или персонаж не погибнет. К примеру, если устрала 2000 хп, то максимум можно добавить не более 400. Если 1000 хп, то не более 200. Вот так. Дополнительное здоровье не восстанавливается медикаментами или стимуляторами. Да, однозначно круто, что вводятся новые механики. Представляете, что за зверь станет старалка? Просто плюс 20% к здоровью. Да, ты их не восстановишь, и это разовая акция, на один выход, пока не умрешь. Но все же, разве не круто? Единственное, надо будет ждать, пока перст твой проголодается, иначе не получится поднять хп. А жрачку можно покупать у нейтралов. Теперь спрос на крысиные жопки поднимется. Кстати, ханту подняла хп на 50 единиц. Уху! Потом попробовал крысбургер. Добавил старалке 10% хп, то есть плюс 200. Сердце медведя добавило 5%, то есть 100 хп. Больше всего здоровье дала похлебка, которая добавила все 20%, а это немалых 400 единиц здоровья. На похлебки спрос будет очень большим. Все остальные рецепты проверять слишком долго, но смысл, думаю, вы поняли. Если хотите узнать, сколько процентов здоровья добавляет все мясо, что есть в игре, то поставь лайк, а там уже видно будет ваш интерес. Кстати, про резонансную проблему с разбросом. Насколько я помню, где-то разрабы говорили о том, что разброс сделали не таким сильным, типа уменьшили накопительный эффект автоматической стрельбы, и пули летят более-менее куда надо. И сейчас можно с большим комфортом стрелять. Напишите в комментариях, как вам стрельба сейчас. Также для тех, кто возможно еще не видел и не знал, в игру ввели две новые маски, белую и черную, достаточно прикольные, они никаких плюсов не дают. И ввели новое оружие, это морозную биту, которая имеет возможность заморозить оппонента. Наносит урон хороший, побаловаться можно, это максимум. Сейчас будете говорить, лучше бы оружие нормальное, броню ввели, а я скажу. Ты сука прав. Но все же, что-то добавляют, и это тоже хорошо. Ждем пвп карту. В общем, патчи маленькие, как и изменения, но это показатель того, что помимо карты, разрабы стараются уделить время на небольшие, но комфортные изменения для вас. Если вдруг снова я буду планировать что-то крупное по игре, типа стрима с разрабом вилки, то мне нужно больше моих подписчиков в телеграме, так как я там много чего спрашиваю, делаю опросы, уведомляю о стримах и прочие вещи. Переходите по ссылке в описании и будьте частью чего-то большего. С вами Старина Бурбон, не прощаюсь.